Глава Казахстана встретился с российской делегацией. В делегацию входили два замопредседателя российского правительства – Новак и Аверчук. Во время беседы стороны обсудили множество вопросов, что вызвало взаимный интерес. Например, поговорили об экономических, торговых и энергетических аспектах. Для укрепления партнерских связей были приняты решения по некоторым вопросам в рамках ЕАЭС. Возможно, в скором времени государства признают паспорта вакцинации друг друга. Такаев также принял участие в заседании Национального совета общественного доверия, на котором он приказал запретить приватизацию социальных учреждений по закону. По его словам, в Казахстане создаются условия для того, чтобы дети могли проводить свободное время и получать дополнительные знания. Однако люди становятся владельцами социальных институтов. Особенно многим нужны здания школьников, музыкальные школы, детские сады. Мы должны предотвратить это, сказал Такаев. А кроме того, гранты на обучение должны быть получены не вузами, а самими студентами. Государство присуждает множество грантов. Сегодня стоимость обучения студента составляет около 4 миллионов тенге. Количество стипендий растет с каждым годом. Теперь мы должны изменить то, как мы это финансируем, сказал Такаев. Эти деньги, сказал президент, нужно потратить только на обучение. Этот метод увеличит конкуренцию в секторе высшего образования, но в то же время обеспечивая открытость государственного регулирования, улучшая качество знаний и повышая ответственность студента. Правительство должно тщательно продумать, как реализовать эту инициативу, сказал Такаев. Он также предложил легализовать формат удаленной работы для родителей-одиночек. Одним из приоритетов государственной политики является продвижение материнства и детства. Надо признать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, совмещают работу и уход за детьми. Если мать уходит в декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенцию. В результате женщины становятся менее конкурентоспособными на рынке труда, сказал президент на заседании. По словам Такаева, самое сложное – это для родителей-одиночек, которым сложно организовать адекватный уход за своими детьми. Им нужно создать особые условия для работы. Право родителей на формат удаленной работы и сокращенное регулирование труда должно быть закреплено на законодательном уровне, добавил глава государства. При этом президент отметил, что в промышленно развитых странах крупные компании открывают в своих офисах все больше и больше детских комнат. И Казахстан должен перенять данный опыт и массово распространять. Ведь каждый имеет право на комфортную работу и не должен дискриминироваться по любому признаку. Детские комнаты должны урегулировать уход за ребенком и трудовую производительность.